День матери – один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства несем в своей душе главный образ своей мамы. А между тем быть матерью сродни профессии – встать рано, разбудить, накормить ребенка, не спать по ночам, если он болеет. Ребенку у меня 4 года всего лишь, но хочу сказать, быть мамой – это замечательная профессия, самая главная профессия для женщины. Мой стаж составляет 4 года в роли мамы. Больше, наверное, радостей. Все наши сложности прикрывают наши радости с детьми. Праздник День матери появился в 1910 году. Сейчас его отмечают в 135 странах мира. Нижнекамских мам решили поздравить комплексно. Например, провели мастер-класс по красоте. Ведь любая мама должна выглядеть хорошо. Сегодня я расскажу немножко о тонкостях, о хитростях, как выглядеть правильно, как выглядеть красиво, чтобы чувствовать себя уверенно. Тем временем в соседнем классе женщинам давали краткий курс по психологии взаимоотношений с мужем, свекровью, детьми и внуками. Однако некоторые мамы и сами знают секрет дружбы между родителем и ребенком. Общаться, уделять внимание, то есть жить интересами своего ребенка, чтобы была гармония и не только в маленьком возрасте, то есть и в подростковом, чтобы не было просто потом проблем. Здесь прозвучало много теплых слов в адрес мам и бабушек. Ну а сами женщины поделились, кем же им приятнее быть. А бабушка каково быть? А это, мне кажется, вообще это еще большее счастье. Потому что, как говорят, первый ребенок – это первая кукла, а первый внук – это первый ребенок. Многие пришли с детьми, а потому в программе праздника был детский спектакль. Здесь же в холле Дома Дружбы Народов гости могли выбрать интересные подарки – самодельные бижутерии, открытки, игрушки и многое другое. И все-таки самое главное, что хочет любая мама от своего ребенка, так это знать, что ее любят и ценят. Мама, я тебя очень люблю. Мама, я тебя люблю. Мамочка милая, я тебя очень сильно люблю. В душе она всегда со мной. Я ее очень люблю и всегда думаю о ней. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.